Духовная практика Как будто бы я перерос узкие рамки Исключительно религиозного православного мировоззрения И не отрицая, не борясь, не обесценивая Начал исследовать новые пути И в некоторых случаях помогает И является терапевтическим такой-то подход Такой-то стиль взаимодействия В некоторых другой Я ищу ключик к человеку Который внутри себя забаррикадировался Стал одиноким, напряжённым Может быть закрытым Для того, чтобы снова раскрыть мир и жизни И единственная духовная практика Это вот я и ты Иногда это случается Иногда с меньшей интенсивностью Но единственная практика Это вот этот искренний сердечный диалог Где собеседники не фильтруют друг друга Не пытаются произвести впечатление Или как-то выглядеть А являются сами С собой Но сейчас вот мой путь достаточно такой Ну как сейчас модно говорить Это слово интегральный Вот Я ищу отголоски И вибрации божественного И в творчестве И в искусстве И в кинематографе И там, где это всё подлинно Искренне, сердечно Там вот эти грани божественные Они мелькают И из этой огромной паутиной жизни Мне нравится ткать свой узел Есть такая замечательная Знаменитая пьеса Ивана Варапаева Иранская конференция И вот там собрались Значит, где-то в Дании Значит, человек 15 Научных деятелей, психологов Которые говорили о том Что необходимо реформировать ислам Что ислам создаёт сложные Какие-то рамки Что он закабаляет человека И приехала женщина Из мусульманской страны Которая мистик Которая поэт И которая говорит Ребят, ну как вы можете Находясь в благополучной И сытой Дании В другом контексте культурном Рассуждать про реформы Если вы внутри здесь не были Я мусульманка И я прекрасно себя в этом чувствую Если вы сейчас разбавите Мусульманство Вашими западными ценностями То это будет не вполне мусульманство Но это мой дом Это там, где я выросла Я точно так хочу сказать То есть, если есть какие-то Трансформационные идеи Изменения там и так далее То они могут созреть И родиться только внутри Понимаете? Режиссуру, драматургию Выражение Творческого потенциала Для меня Это исключительно Инструмент Самораскрытия человека Я Условно говоря Вхожу В роль Режиссера Потому что Я смотрю Что какая-то девочка Например Вот она Зажатенькая Она такой Прям Боится Она на мужчину Так вот Из-под лобья Смотрит Вот И пока ты Обучишь Ее не бояться Мужчин Она просто Как пуганая лами Я говорю Слушай Дорогая Катенька А если мы тебе Дадим роль Роль В нашем спектакле Роль проститутки А Но если в роли Да И когда человек Осваивает себе Эту роль Он вдруг С какой-то Частью себя Интегрируется И думает Вообще-то О как интересно Неплохо Или Например Человек Который Отягощен Интеллектуальным Грузом Вот таким Вдруг Ему дается Роль Например Музыканта Вот Который Непризнан И страдает О своей непризнанности Альфа Альфа Самцу Дается роль Робкого Боящегося Женщин Человека И наоборот И да Женщине Девушке Не принимающей Свою мать Дается в песне Роль матери И она что-то Да понимает Поэтому Это в большей степени Для меня Ну Инструмент Раскрытия Вот этой Вот Вот этого Прекрасного Замечательного Хаоса Пульсирующего Который Находится За миром Форм И который Не обусловлен Нашими Программами Жизненными Травмами Трагедии А когда мы Говорим О высшем То мы Должны Согласиться Что есть Высшее Есть Низшее У меня Ну вот этот Прекрасный Замечательный Мир Настолько Целостен И един Что он Внутри Моей парадигмы Не делится На высшее И низшее Есть Есть Что-то Ну как Жизненная Суета Нам нужно Принести Купить Кефир Нам нужно Сходить В магазин Мне нужно Выгулять Собаку Мне нужно Летом Куда-то Там Планировать Поездку И так далее Есть Внутренний Мир А Внутренний Мир Это Я В этом Всем Как себя Чувствую А вот Например Создать Семью Я создал И чувствую Что я Здесь Как будто Потерял Себя Как будто Меня Нет Так вот Если Этот Внутренний И внешний Мир Едины Что Достигается И практикой Молчания Я сначала Вглядываю В свой Внутренний Мир Я слышу Себя Глубокого И в этом Глубоком Контакте Я иду Навстречу Другому Не ролью Не вот этим Конфетно-букетной Фальшью А собою Потому что В семинаре Молчания Семидневном Который мы Проводим Он же проводится Некоторые Медитации Проводятся Одиночно Как за дзен Некоторые Проводятся В парах Но нельзя Говорить Нельзя Вербализовать И если Чувства Нахлынули Что ты будешь Деть с этими Чувствами Если Привычным Способом Улыбочками Разговорами Забалтыванием Флиртованием Их нельзя Выразить И тут Человек Приходит К познанию И раскрытию Тех Глубин Себя Которые В социальной Жизни Он не знает И вот И вот Таким Догматическое Не Не вербализируйте Не Держивайте Не пытайтесь Это снова Поймать Бог Это не бабочка Которую можно Ловить С очком А оставайтесь Этим И чем И если Этим Потому что Она Описывает Мир Духовный Но предельно Человечный В личностях Вот этих Святых Людей И которые Не были Святыми У нас же В православии Не принято При жизни Человека Считать Реализованным Святым Вот Просветленным Там же Очень интересно Что от этих Людей Пожилых Людей Священников Чаще всего Шел свет Шла какая-то Глубинная Мудрость И любовь Но у них Не было Самовнения По поводу себя И они Просто служили И иногда Даже когда Сталкивались С каким-то Чрезмерным Почитанием Там при жизни Они даже Выкидывали Какие-то Глупости Чтобы это Все От себя Вот это Вот Ну вот Этот Лайки Эти все Просто выбрасывали В помойное Видео Вот Понимаете И Когда это Описано Было Вот таким Художественным Языком Для людей Приоткрылся Мир Православия Не через Архитектуру Культуру И богослужения А через Вот это Вот Божественно Человеческую Доброту Сопричастность Вот Проявленных Каких-то В этом Все Людей Людей Которые Дошли Во внутреннем Мире До Божественного Измерения И через Которых Оно Струилось Но Которые Сами Были К Этому Нерефлексивны Вот Это Важно То есть Они Ничего Такого Я простой Батюшка Ничего Такого Не Делаю И Вот Это Восхищает На них Православие Что Ну Как бы Как бы В здравом Православном Контексте Вот Такого Гуруизма Или Претензий На Просветленность На Какое-то Особое Духовное Знание Нету Ну Там Деточка Садись Там Попей Ну Как Ты живешь А Где Твой Крестик Вот А Как Ты Ну Как У Тебя С мамой Простые Вещи Если Грех То Батюшка Выслушает Батюшка Примет Батюшка Отпустит И Вот Это Когда Люди Увидели То Конечно Именно Это В большей Степени Показало Вот Эту Человеческую Сторону Православных Людей Святых Скажем Которые Не Обозначены Еще Как Святые Но К этой Человечности Можно Присоединиться В моей жизни Я Вживую Встречал И Общался И Некоторое Время Так Окормлялся Есть Такое Слово У трех Старцев Это Был Отец Дмитрий Песков Мой Первый Духовник Которого Благословил Еще В утробе Маму Иоанн Кронштадтский Второй Схиархимандрит Зосима Это В Донбассе И Третий Старчик Был С которым Несколько раз Я встречался Архимандрит Павел Груздев Вот Это все Были люди Разные По Характеру Темпераменту Таким Личностным Качеством Но Очень Светлые Искренние И целостные В своей Посвященности Богу Дело В том Что Вот эти Самые Тридцатые Годы Они же Двадцатые Прошлого Столетия Они же Выкосили Фактически Лучшее Духовенство И Православие И духовная Жизнь Ушли Как бы Как в Подводные Воды В подполье И Вот этот Всплеск Православного Возрождения Когда Было Совсем Не много Людей В православии Мало Храмов Мало Монастырей И потом Огромный Всплеск Создали Прецедент Того Что Углубленно Ну Как На вашем Язаке Скажем Практикующих Было Не много А вот Люди Которые Зацепились За Церковность Ну Скажем Откровенно Возможностью Социализироваться Зарабатывать Но Не были Углублены В традицию Не были Посвященными Людьми Их сразу Стало Много И Поэтому Концентрат Вот даже Еще до Перестроечной Церкви Которую Я помню Он И в Которую Я пришел Он В этой Воде Растворился И просто Берешь Думаешь соляной Раствор А там Почти Этого Нет Поэтому Сейчас У меня Ну как бы Так чтобы Было Желание Какому-то Особенному Человеку Внутри Православия Поехать Поговорить Нет Но Глубоких Людей Я встречаю По жизни Не ища Их И не всегда Это люди Которые Достигли Каких-то Условно Говоря Высоких Духовных Там Каких-то Пиков Пиковых Экспириенсов Пиковых Переживаний Эрнст Но внутри Вот такого Рода Чуда Это и Самое Замечательное Когда Человек С жестким Сердцем С гранитным Камушком В груди Становится Мягкосердечным Вот на эти Чудеса Больше Акцент Ну и потом В православии Есть очень Хорошая Экология Сознания Которая Фокусируется В термине Прелесть То есть Православная Практика Отвергает Принятие Каких-то Особых Воображений Видений То есть Использование Воображения В молитвенной Жизни Оно запрещено То есть Ты можешь Быть Только То есть Не представлять Бога Но Верить Что он Слышит Использование Вот этих Знаете Сильных Переживаний Чувств Запрещено Все это Называется Прелестью И отсутствием Трезвения То есть Трезвение Означает Я Спокоен Я Не опираюсь На ощущения Я Не тестирую Бога На уровне Того Что Вот будет Чувство Не будет Чувства Я просто Простыми словами Внутри себя Произношу Ему Слова Молитвы Вот И В этом смысле Там Древний Святой Четвертого Века Преподобный Исаак Сирин Говорил, что Видевший Себя Больше, чем Видевший Ангел То есть Акцент Идет на Такое Целомудренное Трезвое Самопознание И богопознание Внутри себя А не На Эффекты Которые Могут Создать Ну как бы Польстить Нашему Эго Что мы Типа Круче других Вот И все И даже Были люди Которые Имели Дар Читать Состояние Мысли Других Людей И вот Один из Таких Людей Жил В прошлом Веке Это Митрополит Антоний Сурожский Он Жил В Лондоне И основал Там Целую Православную Партию Из Англичан И он Рассказывает Говорит Лет В 17 18 У меня Был Дар Когда Я мог Читать Мысли И Состояние Понимать Человека Который Приходил И Он Был Ну на этом Же можно Вроде как Служить Людям Там Как-то Помогать Больше Но Он Помолился И сказал Господи Я не знаю Тебя Это дар Или От естества Есть такие дары От естества Но Я прошу тебя Забери его Потому что Мне Хочется Быть подальше От Пространства И ситуации Которые могут У меня В ловушку Гордыни Ну как мы говорим Эго Поймать И Господь Заврал Это Говорит Сейчас я общаюсь Только слушая Человека Я смотрю Что Если я не читаю Мысли А внимательно Слушаю Эффект Истыление Емче И глубже Происходит То есть Отказ Отказ От использования Ситх Особых даров Парадоксальным Образом Приводит К большей Что ли Добродетели Большему контакту На самом деле Это У меня Очень хороший Друг Доктор Анатолий Нестеров Мы познакомились Можно сказать Случайно Человек Очень Глубокого Смирения Он Не позиционирует Себя Как православный Или какой-то Он очень много Изучал Традиционную Медицину То есть Нетрадиционной Восточной Травки Энергии Чаи Вот эти все Вещи И он Такой Человек Который Может Диагностировать Состояние Физических Болезней На расстоянии Метра Полутора Вот Мы с ним Затружились И уже Третий раз Или четвертый Приглашаем его Семинаром Я с удовольствием У него Учусь Сам И просто Даже это Обучение Не знаний Даже Не способности А просто Какое-то Светлое Глубокое Излучение И Совсем Иная Метафизическая Мудрость У меня Тоже Есть Метафизическая Мудрость Но иногда Когда я Слишком Намудрю Много Мне кажется Может я Крэзи Насчокнулся Почему у меня Такое восприятие Когда находишь Таких уже Сумасшедших То как-то Уже и полегче Жить становится Вот Это Да Поэтому мы Сотрудничаем Мы приглашаем Самых разных Интересных Людей Вот В январе К нам приедет Джим Берби Мой хороший друг Она Учитель Преподаватель И Ректором Была В институте Голодецком Штатах Который Воспитывает Делает Полноценным Членом общества Слепо Глухо Немых людей Если какой-то Дефект Есть Она Тоже К нам Раз в год Приезжает И мне Приятно Учиться У таких Людей Которые Она При этом Она Кроме того Что профессор Психологии Тренер По альпинизму Она еще имеет Шаманское Посвящение Вот как-то Уживается Это все Там на западе Это мы тут Разделяем Все И властвуем Вот Это совершенно Замечательный человек Я Вот Ее тоже Пригласил Мне Интересны Они в своей Человечности А не в своих Существуют Или не существуют Я вам отвечу На языке Квантовой физики Давайте Дьявол Находится В состоянии Неопределенности Как Кот Шрёдингера Но Если человек Верит Что дьявол Существует У него Одна Как некое Лицо Как индивидуальность Которая там Зараза ходит Искушает Хочет там Укусить нас Или Значит Вербнуть грех У него Одна реальность Одни результаты Если Человек Не верит Что существует Но существует Наши Вот эти Клеши Как говорят На языке Востока Там Страсти Клешные Такие Которые Из цельности Нас Вытаскивают Оно Не существует Но дьявол Безусловно Существует Знаете в чём Он персонаж Человеческой Культуры Человеческой Истории Огромный Возьмём Ад Данте Или Кто там У кого Душу Купил Вот Потом Возьмём Библейские Тексты Там Прямо Он Такой Очень Классный Чувачок Там Всех Там Засоблазняет И хитрый Такой И подвижников Древних Соблазнял Приходил То в виде Женщины То Свечку Зажигал Когда масла Не было То есть В лампаде Лампаду Можешь зажечь И так далее То комплименты Делал Ты такой Духовный Ты особенный Человек У тебя особенный Дар И подвижник Попадал В гордыню Поэтому Существует Одновременно И да И нет В этом вопросе Я придерживаюсь Мнения Выдающегося Кивнить Если вы в курсе О ком Я говорю Выдающегося Просветленного Востока А Восток Уж эту тему Исследованный Слабо По имени Несаргадата Махараш Я слышал Я слышал Я Вот Он говорил Когда ему Сдавали этот вопрос Он говорил Простую вещь Идея Реинкарнации Это Жалкая Попытка Эго Обеспечить Себе Ментальное Бессмертие Итак Есть ли Восточный Просветленный Да И как бы Я очень Четко Кто-то из Классиков Уже западных Говорил Что Размышления О перерождении О смысле жизни Это То есть О жизни после смерти Не о смысле жизни Я оговорился Это Обычно Занимаются Те Которые Уже Не надеются Найти счастье В этой Поэтому Есть там что-то Или нет там чего-то От нас Это закрыто Покровно Экспериментально Опытно Мы не можем Прикоснуться И когда Всякого рода Люди По имени Регрессологи Говорят Ой Я там Путешествовал В прошлой жизни А я был Наполеоном А я был Почему-то Никто там Уборщиком Туалетов Не был В этой прошлой жизни Все в Наполеона И в Клеопатры Метят Вот Поэтому Кто так верит Я не буду оскорблять Его религиозных чувств Я в этом смысле Живу здесь Вы понимаете Вот Давайте Спрошу такой вопрос Вам Провокационный Вот я существую Например Год назад Нет Меня там нет Когда мне спрашивают О моем прошлом Я так лениво Эти архивы В мозгу Открываю Вроде там Что-то записано Но у меня даже И вчерашнего Уже не существует Я только здесь Вот сижу с вами Разговариваю И ближе вас У меня двоих Никого нет И сейчас Вы мои сердечные Собеседники Вы меня провоцируете Как будто бы я В курсе Каких-то Понятий Поэтому я есть Только сейчас А там Что развернется В этом Будущем Так Ну что Посмотрим Слава Полунин Клоун Когда Говорит А вы верите В загробную жизнь Бога Он говорит Ну как-то Пока нет Он говорит Тогда А если Вот вы Умрете И попадете На тот свет Смотрите Там Бог Что вы тогда Будете делать А вы-то тут Не верили Я скажу Здравствуй Господи И что дальше Вот Вот такое Простое Сердечное Теплое Оно и есть Серцифицированное Без Без